Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня об очередной фиче от Google, очень полезной и очень удобной, у Google Authenticator. Это приложение для мобильных устройств, которое позволяет подключить двухфакторную аутентификацию на большинство аккаунтов и не требует смс-оповещений и так далее. То есть это еще одна линия защиты без дополнительных хлопот. Не буду объяснять, что это, в процессе подключения сами поймете. Итак, скачиваем приложение, устанавливаем. Оно совсем маленькое. Приветствие, краткий курс обучения и собственно вот, добавить аккаунт. Аккаунты добавляются удивительно просто, по QR-коду. Но сначала его нужно найти, то есть подключить двухфакторную аутентификацию в приложении, которое ее поддерживает. Slack, например, поддерживает. Подключим в Slack. Идем в настройки профиля и тут же сразу второй строкой он предлагает подключить двухфакторную аутентификацию. Можно использовать стандартные смс-оповещения, которые, кстати, могут и перехватить. А можно использовать приложение. Да, говорим мы, использовать приложение. И вот он, искомый QR-код. Теперь в приложении нам нужно нажать сканировать штрих-код, просто навести камеру на экран компьютера, поймать код в перекрестие и он автоматически добавит аккаунт и начнет генерировать коды. Все, аккаунт добавлен. Теперь каждые 30 секунд он будет генерировать новый шестизначный код. То есть этот код действителен только 30 секунд. Его знает приложение, его знает сайт, на котором его нужно ввести и больше его не знает никто. По-моему, просто как все гениальное. Вам остается только успеть ввести его, пока стрелка не пробежит полный круг. Ввели и верифицировали. Сейчас мы еще не пользуемся связкой с Google Authenticator, а подключаем двухфакторную аутентификацию. Поэтому он снова запрашивает логин-пароль. Ввели, sign in и он вновь запрашивает код. Это только в первый раз такая сложная процедура. Опять смотрим код, вводим и... Нет, не и. Все равно он хочет подтвердить номер телефона на случай, если мы потеряем мобильное устройство. Ну, вообще логично. Ждем смс, вводим код. Он нам предлагает сохранить одноразовые пароли на всякий случай. Вообще, конечно, алгоритм подключения двухфакторной аутентификации в разных приложениях разных. Пароли сохранили и, собственно, все. Услуга подключена. Теперь, если выйти из аккаунта и попробовать войти снова, все будет гораздо проще. Логин-пароль и код. Смотрим в телефон, вбиваем, заходим. Все. Теперь, раз время у нас еще осталось, давайте подключим двухфакторную аутентификацию на Google аккаунт. Так, мой аккаунт. Вход в Google. Двухэтапная аутентификация. Приступить. Подтвердим, что это наш аккаунт. Не тот пароль. Ага. И отправим уведомление. Отлично. Тут тоже лучше запишем одноразовые пароли. СМСки могут идти долго. Но это мы сейчас настраиваем резервный способ. Основной у нас будет по Google Authenticator. Так, коды сохранили. Включить. И выбираем второй этап. Приложение Authenticator. Android. И вот он. Искомый QR-код. Опять берем телефон. Нажимаем на красный плюсик. Сканировать штрих-код. Направляем камеру на экран компьютера. И вот. Все. У нас появился еще один аккаунт. И пошла генерация ключей. Вводим ключ. Заходим в аккаунт. Все работает. Учитывая, сколько всего сейчас завязано на ваших сетевых аккаунтах, включая, кстати, финансы. Двухфакторная аутентификация вещь просто необходимая. А в данном случае еще и простая. Единственное. Теперь нужно с большим вниманием относиться к защите и сохранности вашего телефона. Все. Любите друг друга. В этом мире столько опасностей. Обезопасьте хотя бы свои аккаунты. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok